Первый саммит украинской формулы мира готов провести Копенгаген. Об этом рассказал датским средством массовой информации министр иностранных дел Ларс Расмуссен. По его словам, к участию в саммите союзники пытаются склонить и Китай. В Евросоюзе подчеркивают, что только украинская формула мира может стать отправной точкой для завершения войны с Россией. Также президент Украины Владимир Зеленский предложил провести саммит украинской формулы мира в июле. Тогда с начала полномасштабной войны пройдет 500 дней. Далее расскажет Кристина Домбровская. Также тему будем обсуждать с экспертом. Саммит формулы мира может состояться в июле, сказал президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на встрече с лидерами G7 и Евросоюза в Хиросиме. Формула мира стала главной темой сессии саммита на встречу мирному, стабильному и процветающему миру. Украина предложила формулу мира, честную и реалистичную. Ее первый пункт – радиационная и ядерная безопасность. Россия должна отказаться от радиационного и ядерного шантажа мира, должна передать атомную станцию, которую на данный момент оккупируют, под полный контроль Украины и МАГАТЭ. Всего в нашей формуле мира 10 пунктов и смысл каждого поддержан резолюцией Организации Объединенных Наций. В Хиросиме Владимир Зеленский призвал международное сообщество, в том числе страны глобального юга, к широкой поддержке Украины. А премьер-министр Японии Фумио Кишида, в свою очередь, обратился к Пекину с призывом содействовать в совместном решении глобальных проблем и выразил беспокойство по поводу возможного углубления российско-китайского военного сотрудничества. Знаменательно, что члены G7 смогли продемонстрировать непоколебимую солидарность с Украиной, пригласив президента Зеленского в Японию, подтвердить важность свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона, и послать миру сильный сигнал о нашем намерении отстаивать его. Украинскую формулу мира поддерживают и в Европе. Я ожидаю, что лидеры сплотятся вокруг двух основных принципов. Первый заключается в том, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. И второй принцип – ничего об Украине без Украины. До тех пор, пока это потребуется, в основном это должно выражаться в стабильной финансовой поддержке, конечно, и после 2023 года, а также в ускоренной военной поддержке, ориентированной на настоящее время и здесь. А ничего об Украине без Украины означает очень сильную поддержку мирной формулы украинского президента Владимира Зеленского. Мы никогда не должны забывать, что Украина – это страна, которая подверглась жесткому вторжению. Именно поэтому Украина должна установить основные принципы справедливого мира. В ноябре прошлого года Владимир Зеленский представил формулу мира на саммите G20 в Индонезии. План из 10 пунктов предлагает решение самых важных проблем – обеспечение радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности. Украина настаивает на освобождении всех пленных и депортированных, восстановлении территориальной целостности страны и международного порядка, выводе российских войск и прекращении боевых действий. В украинской формуле мира говорится о противодействии экоциду и о справедливости. И специальный трибунал должен судить за преступления, агрессии и режим, который развязал неоправданную и неспровоцированную войну против суверенной Украины. Тот, кто стал на путь террора, сам с него не сходит. Вот почему нужны нам формула мира и международное право. Пока российские захватчики остаются на нашей земле, никто не сядет за стол переговоров с Россией. Колонизатор должен пойти прочь. Но у мира есть сила, достаточная для того, чтобы шаг за шагом заставить Россию восстановить мир. Мы доказали это. Владимир Зеленский, президент Украины из выступления на саммите G7. Несколько дней назад украинскую формулу мира поддержали 46 стран-участниц саммита Совета Европы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, они приветствовали прогресс создания спецтрибунала и призвали власти страны-оккупанта освободить украинских граждан, в том числе депортированных украинских детей. Уже сейчас видим, что наши союзники, они склоняются и поддерживают формулу Зеленского. Нужна еще поддержка Китая. Если бы Китай поддержал формулу Зеленского, тогда вот это бы означало, что есть какой-то свет в конце тоннеля, где мы бы видели возможность того, что на Россию все-таки можно влиять. О мирных планах для Украины заявил Китай, Бразилия и Южноафриканская республика. Все они – партнеры России. И российские интересы в их инициативах явно прослеживаются. В частности, Пекин предлагает заморозить линию соприкосновения и начать мирные переговоры. А еще снять с федерации санкции и восстановить цепочки поставок. В мирных предложениях Бразилии и ЮАР не упоминается необходимость вывода российских войск с территории Украины. По словам аналитиков, имплементация украинской формулы мира – единственная на сегодняшний день гарантия безопасности не только для Украины, но и для всего мира. Комплексный и логичный план Киева может обеспечить долговременный и прочный мир на континенте.